МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мария Веприкова в войну подросткам помогала взрослым, работала в ижевской конторе связи, сортировала весточки с фронта. В полевая почта только были треугольники. И уже шли они, написано, проверяя на военной центуре. Штампелевать и то давали 50 килограмм за смену. 50 килограмм. А у нас такие ящички были. И эти письма в ящичках. Ящики все таскали. Каждую неделю у нас была учеба. Все почтовые правила, все это мы проходили. Поэтому нас продвигали и по работе. Если я сначала сортировала только простые письма, а потом меня поставили на заказную, надо было знать географию. И все эти города надо знать, куда положить. После войны Мария Николаевна осталась работать на почте. Здесь же через переписку познакомилась с будущим мужем. Была такая традиция, что парни солдаты служили в Германии, писали письма первой попавшей девушке. Я получила это письмо, там адрес был, ответила. Потом он приезжал в отпуск, в отпуск приезжал, со мной встретился, на почту пришел там. Понравился? Сразу? Ну, не сразу, что молоденькая была, не сразу, но он продолжал, писал, и я ему отвечала. И столько он мне этих фотографий, все посылал. Вообще, хранителями истории о Великой Отечественной войне теперь становятся те, кто встретил ее ребенком. Дети войны голодали, теряли родителей. На их долю выпал тяжелый труд во время и после Второй мировой. Когда началась война, Лидии Сергеевой было четыре. Вот это вот, самая первая послевоенная фотография. Потому что все сгорело до этого? Все сгорело, школы не было. Пока отстраивали школу, я почти 10 лет в школу пошла. На черно-белом фото 50-й год. Дети войны, харьковские четвероклажки. Лидия Сергеева вспоминает, как в 42-м вместе с семьей бежала из разрушенного Харькова в Сталинград. Считали для безопасности, а попали в самое пекло. На Волге начались ожиточенные бои за Сталинград. Первые бомбежки и небо, черное от немецких самолетов, в памяти до сих пор. Какой-то, знаете, гул такой вот неимомерный, непонятный. Мы тогда еще потом-то уже поняли, даже различали, как самолеты по гулу летят, наши или немецкие. А там вот какой-то такой гул, и как туча какая-то черная идет. Вот. Ну, народ, конечно, запереживал, что случилось, как случилось. Вот. Думали, что гроза какая-то, туча, что ли, какая-то движется или что. А потом уже, когда стали самолеты подлетать, там такая была орда, что это небо не было видно ничего. И как начались бомбежки, а люди, куда деваться. А там железная дорога-то недалеко проходила, и там тоннель под железом. И все бросились туда, бежали. Там, да, и меня мама схватила за руку дома, что-то было. Вот. И меня мама меня за руку схватила, и все мы побежали тоже туда, пока в туннель-то прибежали оттуда. Что, со всего города народ туда кинулся. Время тяжелых испытаний в Сталинграде Лидия Александровна хорошо помнит. Было страшно и трудно. Холод, голод и ужас. Месяцами спасаясь от обстрелов, Лида вместе с мамой и бабушкой прятались в темных подвалах, землянках. Но Сталинград выживал. Работали заводы, больницы, детские садики. Во время бомбежек людей эвакуировали, но успевали не всегда. Началась бомбежка, и у всех нас... Там садик небольшой был, три, что ли, группы была. Младшая, средняя и старшая. Ну и у нас, как вроде старшая группа, уже пять лет шестой, так это самая уже как бы старшая группа, нас выводили самых последних. И я с девочкой, самая последняя шла, ну в группе, из группы, по парам нас выводили. Вот. И сзаду еще воспитательница была. И вот прямо попадание бомбы во двор, и там, в общем-то, кроме нас троих никого не осталось. Она нас взрывной волной отбросила, когда мама говорит, прибежали. Там, пока пароход не отошел от пристани, никого не выпускали с завода. А потом, когда прибежали, там одна воронка, и ничего, дядя, и нас вот троих нашли. Ну, у меня сильная контузия была. И мама говорит, что и с ушей, и с носа, и кровь жила. Осенью 42-го мирных жителей Сталинграда взрослых и детей немцы под конвоем погнали в соседний город. На этап забрали всю Лидину семью. Выгнали всех из землянок, кого там на их территории, кто был, кого ловили, где чего. В колонну строили и гнали пешком с собаками, с автоматами. Гнали пешком. И, значит, на одной стоянке, где ночевали до Калача, вот они нас гнали пешком. В Калача, значит, погрузить. Я не знаю, куда бы они повезли. Может, в Германию. Может, не знаю, даже не могу сказать, куда бы они нас повезли. Вот. На одной стоянке мы ночевали, значит, в Перелеске. Там отобрали всех мальчиков. Ну, мужской род, весь отобрали. У нас у мамы брат, самый младший, ему было 14 лет. Вот его от нас оттуда забрали. Остались мы в колонии одни дети, женщины. Мы в Перелесок забежали и в эту воронку спрятались. А утром, когда стало расцветать, немцы собрали, кто еще остался там после бомбежки в живых. Погнали. А мы целый день еще сидели в этой яме, боялись вылезти оттуда. Потом, когда мы вылезли из этой ямы-то, вышли на дорогу. Ну, страшно было. Там столько трупов было. До родного Харькова семье помогли добраться советские солдаты. Семью успели посадить на проходящий через калач поезд. До дома добирались на угле. Нашли, какой состав идет. В Харьков. Вот. Посадили нас. А состав-то там был 5 или 6 вагонов с углем. И локомотив. Ну, паровоз. И вот нас посадили на этот уголь, подняли. И вот так мы на этом угле-то ехали до Харькова. Ну, приехали мы в Харьков. Приехали, вылезли на станции. Сугляд, одни зубы белые. Это все в саже. Все оставшиеся годы войны Лида вместе с мамой и бабушкой жила в разрушенном Харькове. В родном городе встретила победу. Там вот они минировали все. И всех жильцов нас выгоняли. Как бы там вот на поселок близ, который близ Харькова. Там восточный поселок. Также вот здесь тоже есть восточный. И там вот всех выгоняли. Мы туда уходили. А тут все заминировали, все дома. А наши пришли, когда уже разминировали. И разрешили вернуться. Ну, и что там уже помогали девчим стеклить окна, двери. А то в подвале все жили. Всех. Да, пока там. У кого матрас, у кого где чего. Все это вот рядышком на полу. И все спали в подвале так. С 65-го Лидия Александровна в Ижевске до пенсии работала на МСЗ. У нее трое детей, два внука. Есть и любимое хобби. Астры сожжу, бархатцы сожжу. Да у меня весь огород в цветах. Лидия Александровна уже давно на пенсии. Ей 81 год. Но тяжелые эпизоды детства до сих пор в памяти. Признается, дети войны поколение особенное. Это люди закаленные, умеющие дорожить всем, что у них есть. Они только на детей. Всех кормили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин